Китайцы продолжают наполнять рынок с вами проекторами, продолжаем их тестировать. Сегодня смотрим интересный проектор с забавным названием Взадка. Добротная жопа. Здесь обещают Full HD разрешение, аж 10 ватт звука и еще ряд особенностей, о которых вы должны знать перед покупкой, а я вам кратко сейчас все расскажу и скажу где купить его еще дешевле. Всем привет, начинаем. Проектор практически можно сказать помещается на ладони. Вес примерно полтора килограмма, корпус белый матовый пластик. Сборка нормальная, спереди у нас линза с электронным фокусом, по бокам расположены вентиляционные отверстия и набор портов справа, два USB, два HDMI, 3,5 мм для наушников или акустики и AV-выход. Расположение немного, конечно, странное сбоку, да еще и рядом с решеткой отвода горячего воздуха. Сзади ИК для пульта, сверху одна кнопка включения-отключения с подсветкой, снизу ножки, резьба для крепления на штатив и место под регулировочную ножку угла, но в комплекте я ее почему-то не нашел. Очень странно, она здесь реально нужна, если использовать настольное решение. Динамики расположены скромненько снизу за небольшой решеткой. По характеристикам, то главное здесь это Full HD разрешение 1080, операционная система Android, мощность 150 Вт, яркость 500 ANC, что весьма неплохо, 7000 люмин, диагональ от 40 до 200 дюймов, на расстоянии 3,1 метра мы получаем 100 дюймов, два динамика 10 Вт, срок службы чипа 50 тысяч часов, это более 10 лет, электрофокус, коррекция трапеции, Wi-Fi, Bluetooth, все на борту есть и это в плюс. Запускаемся. По традиции, самое плохое размещение, которое можно только придумать, это ставим проектор у большого открытого окна днем, еще и направить какую-нибудь цветную стену, у меня это светлая сирень. Диагональ там 70 дюймов, при этом на 500 ANC яркости получаем вот такой результат. Да, это не есть смотрительно, но будь там белая или светоотражающая ткань, я бы уже задумался. Все становится гораздо лучше, если мы прикрываем наполовину штору, и вот тут уже 70 дюймов выглядят вполне интересно. А вот нужный результат получаем на светоотражающем экране, который стоит примерно 10-15 долларов, 100 дюймов и картинка уже весьма достойная. Я согласна. Правильные цвета, высокая яркость, 60 кадров, плавность, четкость практически по всей площади. Я, если честно, не ожидал такого результата от проектора дешевле 150 долларов. Я даже включил полное освещение в комнате, и как можете наблюдать сами, видео все еще остается приемлемым для просмотра. Сохранилась цветность, да и не пропало все. Я специально перемещался, чтобы хоть как-то показать вам огромный 100-дюймовый телевизор. Кто-то писал в комментах, что телевизор лучше проектора. Ну, 100 дюймов за 140 долларов пока мы купить не можем, точно. У меня нет денег. При включении мы попадаем на рабочий стол операционной системы Android. Здесь уже есть ряд программ. Netflix, Prime Video, YouTube и другие. Можно устанавливать из магазина, из флешки, другие, любимые, нужные. Даже игры. YouTube запускается, да ты заеб... Не тормозит. В настройках доступно качество 1080. В тестовом ролике дропов нет, движение камеры происходит без рывков. Железо справляется, хотя оно здесь и не топовое. 1 гиг оператива и 8 постоянной памяти. Проверяем уровень шума, друзья. Скажу сразу, результат средний. Замолкаю, смотрим. 48 децибел, если бросаем шумомер на корпус. Если отдаляемся на 30 сантиметров, получаем комфортный 40 децибел. Это нормальный результат. Если брать там 10-ти балльную систему нашу 10, это ракета, шум, пылесос, ужасно. То здесь примерно баллов, наверное, 6. Так что все в порядке. Значит, смотрите, что по звуку у нас здесь получается. Обычно в такие проекторы ставят динамики 3-4 ватта, а здесь прям продавец выделил красным у себя на странице, что установлен динамик на 10 ватт. И что хочу сказать. Я уже послушал. Он действительно неплохой, громкий. Присутствует не за. Правда, выхода как такового нет. Ешь маленькая решетка с задней стороны в самом низу. Но за счет того, что здесь по корпусу есть отверстие, то звук как-то выходит объемным. И сошка. Можно прекратить. У нас тут истребители! Ты видишь это? Да. Ты видишь это? Да. Да, 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 да. Простите, что наорал. По звуку, то скорее всего 10 ватт здесь точно нет. Я думаю, максимум 5. Ну не тянет точно на такую вот мощность. Я столько проекторов разных переслушал и знаю, что такое 10 ватт. Но в целом он звучит неплохо для комнаты в 10-15 квадратов. Если что, то можете подключать стороннюю акустику, динамики, колонки через провод или по Bluetooth. Проектор можно подключать к компьютерам, ноутбукам, приставкам. Проверил я задержку через провод HDMI. Составляет она 55 миллисекунд. И это также нормальный вариант. Если вам подходит данный проектор, то ссылочка, где его приобрести, находится в описании. А вот эту версию после обзора сможете еще дешевле купить в нашем Instagram. Есть и другие версии, цены максимально адекватны. Проверяйте, выбирайте. Всем хорошего настроения. Увидимся скоро. Пока.